Институт психологии и образования Казанского федерального университета На все ваши вопросы с огромным удовольствием ответят Ответственный за прием Института психологии и образования Нарине Путулян Заместитель директора по международной деятельности Института психологии и образования Татьяна Баклашова И доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Ильдар Абитов Ну для начала предлагаю такую небольшую вводную конструкцию дать об Институте психологии в общем Уважаемые коллеги, прежде всего мне хотелось бы сказать, что Институт психологии и образования Казанского федерального университета Очень рад этой возможности представить на ваш суд нашу работу, которую мы реализуем Наверное будут вопросы сегодня в течение сессии Но прежде всего мне хотелось бы сказать о том, что в этом году у нас знаковое событие Мы в международном рейтинге агентства THE заняли 90-ю позицию именно в предметной области education И необходимо подчеркнуть тот факт, что эта позиция стоила большого труда всему коллективу Института психологии и образования Казанского федерального университета Мы очень сориентированы на международную деятельность и не только в научном плане, но и в отношении взаимодействия С корпусом иностранных обучающихся Поэтому программы, которые сегодня существуют в Институте психологии и образования Казанского федерального университета Они предполагают взаимодействие со студентами, которые проживают как в странах СНГ, так и в странах дальнего зарубежья Необходимо подчеркнуть тот факт, что очень бурное развитие в последние годы у нас получила программа «Эрасмус практика» И мы гордимся тем, что на сегодняшний день мы взаимодействуем с такими университетами, как технический университет Дрездена в этом проекте Также в этом году к нам присоединились наши коллеги из Словакии, это университет имени Константина Философа в Нитре И мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и к этому проекту будут присоединяться и другие университеты В отношении зарубежной деятельности также важно подчеркнуть, что то взаимодействие со студенческим корпусом, которое на сегодня выстраивается, оно тоже дорогого стоит Я не могу сказать, что у нас большое количество студентов, обучающихся из-за рубежа Но, тем не менее, каждому студенту, который обучается в нашем институте, Институте психологии и образования Казанского федерального университета, оказывается индивидуальная поддержка Как в отношении учебного процесса, так и в отношении научно-исследовательской деятельности Мы очень радуем за развитие молодых исследовательских кадров и начинаем воспитание юных исследователей практически уже с бакалавриата В этом году вопрос научно-исследовательской деятельности студента начал курировать отдел по социально-воспитательной работе Они срабатывают на уровне бакалавриата И магистратура также охватывается, аспирантура, естественно, тоже Но то, что касается корпуса магистрантов, мы здесь взаимодействуем активно с московскими вузами И в этом году проходило достаточно знаковое событие 19-я конференция молодых исследователей в области образования под патронажем РЭРА Это российская ассоциация исследователей в области образования Наши студенты, магистранты, аспиранты принимали в ней активное участие достаточно успешно И заняли даже призовые места Также в этом году в рамках нашего традиционного международного форума по педагогическому образованию Который пройдет в период с 26 по 28 мая 2021 года на площадке Институт психологии образования Казанского федерального университета В рамках этого форума преамбульной частью будет конференция для молодых исследователей в области образования И мы приглашаем всех желающих принять в ней участие Это стартовый такой проект И мы надеемся, что в рамках данной конференции Конференция для молодых исследователей Мы сможем эффективно пообщаться в отношении педагогического образования И вообще образования в целом И найдем новых молодых коллег для своего научного роста и дальнейшего развития Хорошо, давайте начнем с вопросов, которые были заранее заданы Будут ли проходить в этом году Дни открытых дверей в формате офлайн? Ну и вообще, что нас ждет в этом году касаемо поступления? Немножко порассуждаем Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые абитуренты, которые нас сейчас слушают и смотрят Что касается Дни открытых дверей, Дни открытые были уже проведены офлайн У нас был День открытых дверей, соответственно, мы будем продолжать эту традицию Проводить и офлайн, и онлайн Поэтому желающие прийти к нам на День открытых дверей График имеется на сайте Казанского федерального университета В разделе абитуренту и школьнику можно посмотреть И, соответственно, прийти к нам на Межлаука-1 в Институт психологии и образования Какие новшества будут на приеме 2001 года? Я скажу буквально в двух словах То, что у нас в нашем институте на будущий год есть новые направления Это такие направления, как психолого-педагогическое направление Это педагогика и психология девиантного поведения Специальность психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска Данное направление, уровень образования, это специалитет Пять лет обучения, очной формы обучения будет проходить И на данном направлении у нас имеется 25 бюджетных мест Еще одно новшество, которое, я думаю, порадует многих абитурентов Это то, что у нас на направлении психология, в частности, был только бакалавриат 4-летнего обучения очной формы Сейчас у нас будет очно-заочная форма еще открыта на будущий год И срок обучения будет составлять 4 года 6 месяцев Что касается очно-заочной формы обучения, скажу, так доступно для всех Потому что сейчас, наверное, многие абитуренты задаются вопросом, а что же это за форма обучения Это по старинке вечерняя форма обучения То есть учиться студенты будут во второй половине дня Учеба будет проходить очно-заочной формы Это не более трех раз в неделю и не более трех пар в день Далее у нас новые направления есть также и в магистратуре В магистратуре у нас по профилям педагогического образования Есть такие новые открываются будут программы, как педагогика и психология начального образования Педагогика и психология высшего образования Педагогика и психология дошкольного образования Но что касается вступительных испытаний, для бакалавров у нас вступительные испытания, для педагогического блока остается профильный предмет общества знания, русский язык, и на будущий год дается возможность выбора третьего предмета. Это из трех представленных предметов для нашего института. Математика профильная, общество знания, биология и иностранный язык. Для психологии это профильная, биология, русский язык, и также три предмета на выбор. Это математика профильная, также общество знания, биология и иностранный язык. Для чего это было сделано? Это сделано для того, чтобы у абитурентов была более обширная зона выбора будущей профессии. Когда сдается математика профильная, и ребята приходят в наш институт, у них уже нет возможности подать документы, допустим, на лингвистику. А если у них будет сдан иностранный язык, как третий предмет, у них будет возможность подать документы как нам, так и на другие профили, в другие институты. Что касаемо бюджетных мест, на наше направление даны достаточно большое количество бюджетных мест. На психологии у нас на очную форму 15 бюджетных мест, на очно-заочную форму 25 бюджетных мест. Что касается дошкольного образования, там очная форма 25 бюджетных мест, на заочную форму обучения 60 бюджетных мест, на дополнительное образование иностранный язык и начальное образование иностранный язык. Дано 25 бюджетных мест, на дополнительное образование, на начальное образование на очную форму 50 бюджетных мест, на логопедию 25 бюджетных мест, на клинико-психологическую помощь ребенку и семье, это клиническая психология, направление специалитет, очная форма обучения 44 бюджетных места, заочная форма обучения, начальное образование 60 бюджетных мест, детская практическая психология и психология, педагогика, организации работы с молодежью по 25 бюджетных мест, на логопедию и на специальную психологию 25 бюджетных мест. Это на заочную форму обучения. Что касается магистратуры, у нас 24 программы магистрские. На каждую я программу акцентировать свое внимание не буду, потому что это займет очень много времени. На всех направлениях магистрских программ очной формы обучения по педагогическому блоку и психолог-педагогическому блоку у нас есть бюджетные места, порядка 15 бюджетных мест на каждом направлении. Что касается психологии, это у нас очно-заочная форма будет магистратура по психологическому направлению. Психология семьи, семейное консультирование. У нас будет 8 бюджетных мест предоставлено. Потом консультативная психология, психология в бизнесе, к сожалению, у бюджетных мест не предусмотрена. Психологопедагогическое образование, высшего образования, заочная форма обучения тоже не предусмотрена бюджетные места. И в магистратуру на психологию и педагогику детско-юношеского спорта тоже не предусмотрены бюджетные места. На все остальные направления и профили бюджетные места имеются. Поэтому ознакомиться с данной информацией можно на сайте Казанского федерального университета в разделе абитуриенту и школьнику. Находите раздел магистратура, бакалавриат, специалитет. Вся информация имеется на сайте. Чтобы долго не говорить, можно просто почитать. Спасибо за столь развернутый ответ. Я думаю, сейчас ребята получили информацию по всем бюджетным местам и магистратуре, и бакалавриата. А вот вопрос с иностранными студентами. Как им действовать в случае, если они хотят поступить в институт психологии образования? Работает ли программа соотечественники и вот это вот это все? Да, программа соотечественники, естественно, работает. С этой программой, что касается порядка приема по программе соотечественников и какие необходимости, подать документы для того, чтобы подтвердить статус соотечественника, с этими вопросами можно обратиться в департамент внешних связей. У нас есть студенты, которые учатся у нас по программе соотечественников, у нас есть студенты, которые учатся по гослинии, которые у нас из ближнего зарубежья обучаются. Соответственно, ребята имеют возможность поступить на бюджетные места в общем конкурсе наравне с нашими абитуриентами. И для этого им также надо сдавать три экзамена, необходимых для поступления в наш институт. Что касается тех ребят, которые желают учиться в нашем институте, иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья, у них есть возможность сдать два экзамена, это профильные экзамены, и, соответственно, учиться на контрактной форме обучения. Третьи экзамены можно не сдавать, если они на контракт будут поступать. Хорошо, вот в принципе в выступительном слове затронули немножко программы обмена студентов. Можно более подробно, куда студент потенциально может поехать, где попробовать себя в научной деятельности? Как я уже сказала, мы сейчас активно взаимодействуем с двумя университетами. Это технический университет Дрездена и университет имени Константина Философа в Нитре. Легко очень говорить, что мы сейчас в этом проекте Erasmus практика. На самом деле процесс взаимодействия и именно результат, как результат выигрывания этой заявки и вхождения, уже присоединения к этому проекту Erasmus практика, был большой труд для нас. И когда это было достигнуто, нашей радости на самом деле не было предела, потому что в рамках этого проекта Erasmus практика наши студенты имеют возможность проходить стажировку, академическую стажировку. Она длится где-то порядка семестра, то есть это 4 месяца. Они имеют возможность проходить стажировку вот в этих университетах. Со Словакией такого активного взаимодействия пока не начато. Мы в периоде до оформления документов, но с техническим университетом Дрездена мы уже взаимодействуем несколько лет. И я думаю, что где-то порядка, ну это на уровне магистратуры осуществляется, порядка 10-12 студентов наших уже прошли обучение в техническом университете Дрездена. Они получают очень хорошую грантовую поддержку в период обучения в техническом университете Дрездена. Мы надеемся, что со Словакией также эта работа развернется. Нам, конечно, помешала ситуация с пандемией в связи с распространением COVID-19, но я очень надеюсь, что эта беда от всех от нас отступит. И мы вздохнем спокойнее и начнем взаимодействовать так же, как мы это делали до возникновения этого страшного вируса. И очень надеюсь, славацкие коллеги очень расположены и ждут нас уже чуть ли не летом. Причем там обмен идет не только в отношении студенческого корпуса, но и также профессорско-преподавательского состава. То есть преподаватели тоже могут выезжать на эти стажировки. В свою очередь мы несем свои обязательства по приему зарубежных студентов. Студенты технического университета Дрездена приезжают к нам также на стажировку. И поскольку это Erasmus практика, это связано непосредственно с практической подготовкой педагога. И они проходят эту стажировку на площадках наших лицеев. Лицеев Казанского федерального университета IT-лицея, лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. Достаточно успешно разворачивается эта работа. И я надеюсь, что это сотрудничество продолжится в будущем. И призываю всех ребят изучать иностранные языки, потому что без иностранного языка участие в этих обменных программах достаточно сложным представляется. Приветствуется как английский, так и немецкий язык. Но прежде всего английский, вы сами понимаете, что это язык международного общения и международной академической коммуникации. Поэтому мы вас ждем в нашем институте. И я думаю, что вот эти хорошие возможности именно обучения таких интересных программах в зарубежных вузах являются достаточно аттрактивными. И я думаю, что это такая очень хорошая перспектива для тех ребят, кто хочет развиваться в академическом плане. Есть у нас вопрос, который сейчас задают в онлайн-чате. В принципе, он каждый год поступает. Как долго уточняются списки поступивших? Ведь некоторые абитуриенты подают документы в несколько вузов. То есть речь о нескольких приказах о зачислении. Можете более подробно? Ну да, у нас несколько приказов на зачисление. Первый приказ о зачислении, он выходит обычно в конце августа. Ой, в начале августа, извиняюсь. Это приказ о зачислении льготников, то есть те лица, которые поступают по особой квоте. Дальше у нас, соответственно, идет приказ о 80% зачисления. То есть основной приказ, он выходит тоже где-то в середине, ну, с 10, может быть, августа, 7 августа. Вот в эти числа, сейчас точно числа не могу сказать, конечно, но где-то вот в эти числа августа выходит основной приказ на зачисление. Это 80% от общего числа подавших заявления. И дальше потом следующий приказ, это оставшиеся 20% зачисляются. Ну и потом уже идут дополнительные приказы при наличии свободных мест. То есть в несколько этапов приказы у нас проходят о зачислении студентов, в том числе и иностранных студентов. Иностранные студенты также зачисляются в несколько этапов. И, значит, в этом году у нас был продлен срок приема иностранных студентов, поскольку студенты из ближнего и дальнего зарубежья, они все, и так же, как и, впрочем, наши абитуриенты, поступали в онлайн-режиме. И по закону мы имели право их принимать до конца октября, что, в принципе, мы и делали. И у нас последний приказ на зачисление был 30 октября. Но, насколько мне известно, что на будущий год по правилам приема, прием, он чуть ли не для иностранных граждан продлит до 30 декабря. Вот поэтому, как будут проходить на будущий год зачисления и как будут приказы? Это тоже, это, видите, идет от наличия свободных мест. Если есть недобор, то, соответственно, и будут проходить наборы, и будут готовиться приказы. А если уже набор выполнен и нет свободной квоты, то, соответственно, уже прием прекращается. Вот говорили, в принципе, о бюджете, а касаемо контракта, изменится ли в новом учебном году стоимость обучения? Вы знаете, опять-таки, говорить, что будет в новом учебном году, я затрудняюсь. Почему? Потому что приказ о стоимости обучения обычно подписывается и выходит до 20 июня. То есть до момента начала работы приемной кампании. Что касаемо было в этом году прием, цена не была изменена, она оставалась прежней, поскольку в связи с пандемией были затруднения экономического плана, и финансовые родители могли не потянуть, поэтому изменений не было. Стоимость оставалась прежней, как и в прошлом году. Что будет в будущем, конечно, сказать сложно. Живем одним днем. Поговорим немножко о магистратуре, где можно найти перечень вопросов для собеседования, и вообще везде ли будет собеседование, либо где-то можно показать портфолио, как-то поступить через, возможно, Олимпиаду какую-нибудь? В магистратуру через Олимпиаду можно поступить. Это у нас есть несколько программ Олимпиад, это я магистрант КФО, и есть программа тоже Олимпиада по специальности непосредственно. То есть призеры-победители данных Олимпиад, они поступают в магистратуру, естественно, на бюджетные места, и у нас очень много таких магистров поступает к нам, которые участвуют в всевозможных Олимпиадах. Можно, конечно, поступить. И что касается, как будет проходить прием, ну, опять-таки, у нас в программе заложено собеседование по профилю магистрской программы. Что будет в дальнейшем, тоже сказать сложно, потому что в каждой программе, с каждой программой можно ознакомиться на сайте. Опять-таки, повторюсь, это сайт обитуренту и школьнику, магистратура в Институте психологии и образования. У нас 24 магистрские программы, и по каждой программе, соответственно, есть написанная программа, да, в которой указано, каким образом будет проходить прием, что необходимо для подготовки к той или иной программе, критерии оценивания, естественно, есть и есть портфолио, оно там указывается в критерии оценивания. Это тоже определенные дополнительные баллы. Дополнительные баллы также дают возможность публикации, публикативность, активность, да, вот публикационная, статей по профилю магистрской программы тоже очень приветствуются. И это тоже дает дополнительные баллы. То есть возможность поступить в магистратуру у всех есть, пожалуйста. Перейдем к частным вопросам. На психологию нужна профильная математика или обычная? Вообще в наш университет, где указывается математика, нужна только профильная математика. Это очень важное замечание, потому что несколько вопросов касаемо этого было и в чате. Да, да, да. А сколько бюджетных мест на специальности начальное образование и иностранный, в скобках, английский язык? Начальное образование иностранный английский язык на будущий год предоставлено 50 бюджетных мест. На очную форму обучения. Данная специальность только очная. А чем различаются два направления психология и психолого-педагогическое образование? Ну, на этот вопрос, я думаю, более компетентно ответит Ильдар Абитов, поскольку он является доцентом кафедры психологии личности и клинической психологии. И что предоставляется Ильдару? Спасибо. Хорошо, я попробую ответить. Рад быть здесь с вами. По поводу педагога-психолога и психолога. Педагог-психолог, конечно, ориентирован на работу в школе, в образовательном учреждении. Ориентирован на работу с детьми и подростками, в то время как психолог может работать в разных организациях, и его задачи мало связаны с образованием, они более общие. Вот. Ну вот, наверное, так, чтобы все пояснить. Ну, то есть такое краткое, в принципе, различие. Ну, да. Давайте поговорим немножко о проходных баллах по результатам прошлого года, само собой. Опираться всегда надо на них. Сколько баллов по ЕГЭ нужно набрать, чтобы поступить на бюджет на логопедию? И какие проходные баллы были в том году? Ну, у нас порог на логопедию на бюджет был порядка 265 баллов. Это сумма трех экзаменов? Это сумма трех экзаменов, да, сумма трех экзаменов, да, 265 баллов. Это минимальный порог баллов. Естественно, более 265 баллов уже тоже бюджет. Ну, тут еще учитывается, помимо трех экзаменов, еще индивидуальные достижения. Это значок ГТО, это красный, значит, золотая и серебряная медаль 5 баллов, значок ГТО 2 балла, ну и так далее. Есть такие вот критерии, как индивидуальные достижения. То есть это надо тоже посмотреть, у кого какие индивидуальные достижения. И обязательно индивидуальные достижения должны подтверждаться документально. То есть если это значок ГТО, то это обязательно должно быть удостоверение. Только в этом случае присуждаются дополнительные баллы. Опять-таки прямая цитата. Хотела уточнить, по специальности учитель иностранного языка и начальных классов, преподавание английского языка только для начальных классов или можно преподавать и в старших классах? Вот такой вот вопрос у нас есть. Татьяна Александровна, может, вы ответите на этот вопрос? Я попытаюсь ответить, хотя, в принципе, я уже немножечко от преподавания у этих ребят отошла. Но я работала несколько лет именно с бакалаврами этого профиля, с двумя профильными подготовки, вернее. Я могу сказать, что на моей памяти достаточно полный сет дисциплин, связанный с иностранным языком. Там и деловое общение, и академическое письмо, тоже элементы его даются. То есть я не могу сказать, что фокус только лишь на обучении вот именно такому иностранному языку, да, и методике обучения иностранному языку в начальной школе. Достаточно комплексная подготовка, но другое дело, что насколько будет реагировать работодатель на такой диплом, да, Нарина Сережина, потому что если идет началка плюс английский, насколько работодатель там взвеся для себя все, может быть, потребности, которые он на тот момент будет испытывать в отношении педагогических кадров, будет уже принимать какое-то решение. Мне сложно здесь судить, но то, что касается именно самого сета дисциплин, ну, там линейка достаточно большая, и контент богатый. Я думаю, что здесь студенты смогут прикоснуться не только к методике обучения именно иностранного языка для обучающих с начального звена, но и вообще генерально посмотреть проблематику. Поговорим о такой программе, как дошкольное образование. Какие экзамены туда нужно сдавать? Есть ли бюджетные места? Да, на дошкольное образование бюджетные места предусмотрены. Это на очную форму обучения 25 бюджетных мест, на заочную форму обучения это 60 бюджетных мест. А профильный экзамен на данное направление это общество знания, русский язык и уже третий по выбору. Из представленных в программе трех предметов это математика профильная, биология, иностранный язык. Настоятельно просит еще раз озвучить о вступительных испытаниях на логопедию бакалавриат. Что туда требуется? На логопедию бакалавриат требуется биология. Это как профильный предмет, русский язык. И третий экзамен, три предмета по выбору. Математика профильная, общество знания и иностранный язык. Ну, то есть давайте поясним, что или, или, или. Да, или, или, или. Потому что люди могут удивиться в три профильных предмета, надо сдавать много. Нет, да, 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 или, или, или математика профильная, или, да, общество знания, или же иностранный язык. Ну, в принципе, вопрос, я думаю, на котором мы с вами закончим. Когда все-таки у нас стартует приемная кампания следующего года? Приемная кампания следующего года, она стартует 20 июня. Как, впрочем, и все приемные кампании. У нас старт начинается 20 июня. Большое спасибо за столь подробные ответы. Я напоминаю, что это был Инсталайв с Институтом психологии и образования Казанского федерального университета. До новых встреч. Смотрите Инсталайвы, не забывайте. Инсталайвы, не забывайте. Продолжение следует...